Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Новые отечественные вместо старых импортных анапские перевозчики закупили современные российские автобусы экологического стандарта Евро-4. За безопасные дороги Кубани новый проект Общероссийского народного фронта должен выявить самые опасные дорожные участки края. Свежий ветер. Молодые музыканты Анапы представят наш город в финале краевого фестиваля. Начнем с, пожалуй, одного из главных событий весны. 9 тысяч анапчан приняли участие во всекубанском субботнике, который прошел в минувшие выходные. Город-курорт убирали от мусора. Особое внимание было уделено пляжам. Далее об участниках, их настроении и первых, но не окончательных результатах. Синоптики обещали дождь, однако он прошел накануне вечером и ночью. Ясная погода установилась еще до обеда. Такую или похожую картину в субботу можно было наблюдать практически везде. На субботник в буквальном смысле вышел весь город. Дали кусок территории, мы просто убираем всякий мусор, не нужны пакеты, кирпичи, все это. Настроение отличное. Этот мусор с относительно небольшого участка. Его собрали примерно за полчаса работы. В администрации рассказали, что ближе к выезду из города обнаружили несанкционированную свалку. Чтобы ее убрать, пришлось вызывать два КАМАЗа. Физкультура и спорта, высокий берег. Сотрудники управления физкультуры и спорта город-администрации прошли порядка 4 километров и собрали не менее полутонны мусора. Недостатка в тяжелых предметах не было. На этом пустыре оказалось много строительных отходов. Мы должны помогать городу. Во-первых, это наш город, любить его и ухаживать за ним. И независимо от того, если у нас нерадивые строители, застройщики или те, кто приезжает, гости, жители города, мы должны своими силами поддерживать эту чистоту, чтобы было у нас красиво, уютно и самим приятно, когда в город выходишь, все равно чисто. И гордость за наш город, что мы живем в таком прекрасном чистом городе. Около 150 сотрудников администрации города в буквальном смысле шли цепью по пляжу в районе станицы Благовещенской. На каждого приходилось в среднем по метру прибрежной территории. По центральному пляжу и вдоль Пионерского проспекта шли около 30 сотрудников муниципального предприятия объединения курортных услуг. Получилось, что на каждого пришлось примерно по сотне килограмм вывезенного мусора. Каждый год море выбрасывает всякий мусор, который приходится убирать, чтобы наши гости были довольны чистым пляжем. Люди приедут отдыхать, им должно быть комфортно на нашем курорте, чтобы приехали еще не один раз. В Благовещенской занимались благоустройством. Здесь на 500 метрах были многолетние заросли. Трактор предоставил глава сельского поселения. На солярку скинули всем миром. Инициатива принадлежала местному ТОСу. Что вы сзади меня видите, то же самое было и в протяжении 2 почти километра. Все одно такое, вот только такое. Мы это расчистим для жителей, сделаем спортивную площадку, парк, чтобы и жителям, и отдыхающим было где комфортно отдохнуть и пройти даже к пляжу, чтобы хотелось идти именно вот по этой дороге, по нашей. В администрации города сообщают, что по предварительным данным на Всекубанский субботник вышли 9 тысяч анапчан. Глава курорта Сергей Сергеев поблагодарил за активную гражданскую позицию тех, кто доказал, что любит свой город не на словах, а на деле. Всекубанский субботник в Анапе. Глава курорта Сергей Сергеев побывал на основных участках, там, где работа шла наиболее активно. Детский парк очищали от мусора сотрудники управления культуры и подведомственных ему организаций. Заслуживает уважение и активная позиция анапчан. В течение года следят за порядком на территории парка, несмотря на то, что она в частной собственности. Глава города поставил на вид арендаторам детского парка. Их наплевательское и откровенно потребительское отношение к парку бесследно не пройдет. Зарабатывают на торговле и аттракционах, значит, должны вкладываться в содержание зеленой зоны. Сергей Сергеев поручил муниципальному контролю провести ревизию всех торговых точек, которые находятся в детском парке. Те, что установлены незаконно, должны быть снесены. Кроме того, в администрации поясняют, что у предпринимателей есть обязанности, которые прописаны в правилах благоустройства. Их неисполнение будет наказываться рублем. Законом предусмотрены штрафы. Регулярный мониторинг даст результат, заставит коммерсантов вспомнить о своих обязанностях. На фоне такой вот вопиющей картины «Нелюбви к городу» особенно заметен вклад анапчан в общее дело наведения порядка. Глава города пообщался с горожанами и искренне поблагодарил их за участие. Она повнесла свой достойный вклад во всекубанский субботник. Молодцы, хорошо поработали. Поделился впечатлениями мэр в своем микроблоге. Абсолютно обновленный предстанет к началу нового сезона улица Горького. Сейчас здесь продолжается масштабное благоустройство. Во время субботника высадили деревья. Участок центральной улицы от Краснодарской до Гребенской украсили 66 платановидных клёнов. В мае вокруг каждого дерева высадят цветы. На самой улице выложили новую стильную плитку. На этих выходных здесь появится новый асфальт. Дорожники сделают так, чтобы на выезде на улицу Гребенскую после дождя не образовывалось лужа. В ближайших планах благоустройство участка улицы Тургенева от Таманской к набережной. Там поставят 7 беседок с металлическим каркасом и деревянными сидениями. Вы, наверное, уже в течение последних двух месяцев можете наблюдать, как улица Горького постепенно преображается. Мы углажили новую плитку, заканчиваем укладывать, переходим на эту сторону. Сейчас здесь всё это сделаем. Привезли хорошие саженцы молодые, клёнов широколистных, наши деревья, которые... Клён сам... Дерево само по себе раскидистое, будет давать хорошую тень. В общем, улица Горького превратится в очень красивый зелёный уголок. И вообще мы хотим к 1 мая порадовать наших жителей и гостей нашего курорта новым обновлённым обликом улицы Горького. А вот как оценивают работу городских служб и что предлагают анапчане и гости нашего курорта. Чистый город. На первое, вот как приехали там с Воронежа мы, есть немножко грязный. Здесь чисто, нету окурков. Чисто, но, конечно, немножко не хватает зелени. Вот сейчас... Ну вот парк сажаете, вот да, это вот хорошо, зеленение, это очень хорошо. Это район очень приятный. Да, приятный, чистенький, похоже на культурный всё очень. Устраивает всё, нравится. Ну, немножко нужно убраться на праже. Конечно, приятно смотреть, когда ёлочки сажают, зелень красивые. Мы любим зелень. Мы любим природу. Можно пар какой-нибудь сделать там с белочками, там кормить зайчики, что-нибудь такое. Главное, чтобы машина тут не ездила. Да. Общероссийский народный фронт в Краснодарском крае запускает проект «За безопасные дороги Кубани». О причинах и цели этого начинания нам рассказала сопредседатель регионального отделения ОНФ Светлана Бесара. Проект «За безопасные дороги Кубани» был инициирован после того, как Центр народной экспертизы, это Центр Общероссийского народного фронта, определил 10 самых опасных федеральных трасс страны. К сожалению, вот в перечень на первое место попала наша Кубанская трасса А146 Краснодар-Берхнебаканский. А у нас количество погибших от ДТП на 10 километрах этой трассы составило 4,75% человек. Это, конечно, самый страшный показатель. Мы понимаем, что, прежде всего, это связано с тем большим потоком туристов, которые направляются особенно в летний курортный сезон к нам в край. И связано это еще и с тем, что там большая часть дороги – это однополоска. Мы видим, что что-то не было, что небольшое расширение там уже сделали. Но этого, конечно, недостаточно. Нужно еще работать в этом направлении. Мы берем это на свой контроль и призываем, прежде всего, автолюбителей соблюдать правила безопасности дорожного движения, особенно в летние периоды. В рамках проекта будет уделено внимание дорогам в аварийном состоянии, опасным ограждениям, отсутствию освещения, нехватке пешеходных переходов. На сегодняшний день уже создана интерактивная карта безопасности дорог Краснодарского края, на которой можно увидеть количество аварий на том или ином участке дороги. На улицах Анапы появится четыре новых отечественных автобуса. Одно из главных их преимуществ в соответствии к экологическому классу Евро-4. Накануне их осмотрел глава Анапы. Сергей Сергеев поддержал стремление предпринимателей повышать качество услуг. Администрация отмечает, что ранее предприниматели предпочитали приобретать импортную технику с пробегом и говорят о наметившейся новой тенденции. С пассажирских сидений еще не сняли пленку. Владимир Павленко за баранкой более 15 лет говорит, что новая техника, она и есть новая. Сидения научились делать водительские. Какие впечатления? Новая машина. Сел и едет. Все хорошо. Все хорошо, чистенько, приятненько. Поехали, работаем. Стоимость одной такой машины 1,7 миллиона рублей. На предприятии говорят, что рассматривали разные варианты, однако покупая отечественную технику, можно как минимум рассчитывать на государственные субсидии. Во-первых, обслуживание. Местный производитель российский. Не местный, конечно, но российский. Проще с запчастями. Экологический класс Евро-4. Возможность перевода на газ, что, во-первых, значительно сказывается на экологической обстановке, а во-вторых, удешевляет его эксплуатацию. Это один из четырех новых автобусов. Их поставят на 116, 118, 135 маршруты. Все они оснащены приборами ГЛОНАСС, совмещенными с региональной системой мониторинга транспорта. В мэрии вспоминают, как еще несколько лет назад по городу ездили газели, их сменили импортные автобусы малой вместимости с пробегом. Теперь в администрации говорят о принципиально новой тенденции. Хочется отметить тенденцию к лучшему, так как это, можно сказать, за последние 2-3 года это единственный прецедент, когда у нас предприятие приобрело новые автобусы. Достигнуто определенное понимание между перевозчиками и администрацией. И, в принципе, автобусы идут уже более вместительные, более комфортные. По словам Юрия Кудрявцева, сегодня на городские маршруты выходят более 400 автобусов. По оценкам специалистов, сегодня стоит подумать о замене примерно 20-30% из них. Сама ситуация скорее типична для российских курортных городов. Вместе с тем отмечается, что в Анапе практически нет вызывающей старой техники. Казачьи дружины, которые были созданы в прошлом году в Анапе, показали себя отлично. Высокая оценка была дана всему районному казачьему обществу по итогам отчета Атамана. Накануне Валерий Плотников выступил перед казаками с докладом о проделанной работе за прошлый год. На сегодняшний день Анапское казачье общество – самое многочисленное в Таманском отделе кубанского войска. Оно объединяет более 2000 казаков. За 12 месяцев 2015 года казаками-дружинниками, совместно с сотрудниками полиции за различные правонарушения составлено 7164 административных протоколов. Из них 915 на транспорте. Задержан один преступник, находящийся в розыске. Раскрыто 14 преступлений. Задержано 72 подростка за нарушение закона 1539. В каждом кутовском казачьем обществе моим приказом созданы дружины, которые совместно с администрацией, участковыми уполномоченными, активом поселков и кутаров несут службу в предвыходные, выходные и праздничные дни. И наиболее активно в этом вопросе работают дружины. Станицы Анапска, Станицы Гастагаевска, Анапского городского общества, Кутовского казачьего общества курения орехов. Президент Всероссийской Федерации пламени Владимир Сальников на днях подтвердил, что чемпионат России по плаванию на открытой воде состоится в Анапе в июне. Об этом заявило агентство «Аэрспорт». Мероприятие пройдет с 9 по 15 июня. Действительно, мы утвердили место проведения чемпионата России в Анапе. Цитирует агентство Слава Сальникова. «Надеемся, что к этому моменту там будет сдан 50-метровый бассейн по программе строительства с Единой Россией. Проект практически реализован. Бассейн отвечает всем параметрам для проведения тренировок и соревнований. И, надеемся, откроется к моменту проведения чемпионата России по открытой воде», добавил глава федерации. Отмечается также, что чемпионат России на открытой воде не будет иметь квалификационного значения для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но по его итогам будет сформирован состав на чемпионат Европы, который состоится в июле 2016 года в Нидерландах. Фестиваль молодежного творчества «Свежий ветер» – отличная возможность заявить о себе для талантливых ребят со всей Кубани. Уже 11 лет этот конкурс становится стартовой площадкой для начинающих музыкантов разных жанров и направлений. В эти выходные в Анапе прошел зональный этап. Для молодого коллектива «Нова Лайф» – это, пожалуй, самая большая площадка, на которой они выступали. Группа образовалась всего лишь полгода назад. Для них это первый опыт участия в столь масштабном проекте и первый успех. «И пусть я опоздаю, твои люди горит на донь, суток и до света, жилуя в их света». Анапу представляли сразу две группы, играющие рок. У «Айрон Квист» за плечами участие не в одном фестивале. Тем не менее, признаются, каждый раз волнуются. Конкуренция довольно серьезная. В таком составе мы уже второй раз на «Свежем ветре». Первый раз, собственно, был на отборочном этапе. Да, это первый год. Первый год мы образовали совсем недавно, в самом начале 2016-го. Наш творческий коллектив сплотил одно нерадостное событие. «Мир» потерял одно из лучших рок-н-ролщиков в конце 2015-го года – это «Леми Килмистер». Он сильно повлиял на весь становившийся в последующем металл. И, собственно говоря, решили продолжать его дело, потому что оно не должно просто так закончиться на этом. Главная цель, которую поставили перед собой организаторы фестиваля – дать возможность ребятам показать себя. Кубань, по словам Жанны Винник, богата на таланты. Помочь им на первом этапе – основная задача этого мероприятия. Фестиваль является хорошей стартовой площадкой, отличной стартовой площадкой для участников, потому что многие из них смогли себя реализовать. На сегодняшний день они выступают на лучших площадках не только Кубани, но и страны со звездами, которые имеют не только всероссийское имя, но и международное. По итогам зонального этапа фестиваля, жюри определило будущих участников финала, который пройдет летом в Краснодаре. В номинации «Хард-рок» победила группа «One More Band» из Новороссийска. «Лайт-рок» – коллектив Северского района «Открой свои глаза». Рэп-соло и рэп-группа стали лучшими представителями нашего города. Команды DM и TBC. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok